Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Priya. До Shadowlands остается все меньше и меньше времени. Само собой, информации все больше и больше. И появляются различные интересные документики, различные интересные гайдики, как, в принципе, и при выходе прошлых дополнений. Medivh, замечательный человек, который делает такие гайды для дополнений, для обновлений различных, постарался вновь и сделал табличку для Shadowlands. Табличка получилась очень большой. Он даже сам написал об этом пару строчек, то, что она реально большая, информации очень много, и все в очень большом масштабе расписано. Я посидел, посмотрел в течение минут 30, пока только проснулся, покушал. Как раз самое то для усвоения информации. И готов, в принципе, поделиться своими мыслями касательно этого и немножечко рассказать вам под свои комментарии о том, что там написано. Уберу вебку, уберу все виджеты абсолютно, потому что информации много, информация там то слева, то справа, и, в принципе, ее нужно реально смотреть. Ссылочка на табличку, само собой, будет в описании. Ну что ж, начнем. Таблица со многими вкладками. Календарь, подготовка, прокачка, ковенант, известность, оплот ковенанта, медиумы, утроба, торгаст, легендарки, репутация, пвп, профессии, ежедневный Тодо, что нам нужно делать ежедневно, гир до рейдов, мифик плюс и замок Нафрия. Первая страничка, как всегда, календарик. Странички нужно изучать постепенно, не начинать с самой последней, нужно начинать с самой первой. Календарик, 24-го у нас выходит Shadowlands, и у нас 15 дней на прокачку мейна, альтов до 60-го левела, на выполнение локалочек и на прохождение мифик нулей для получения первоначальных вещиц. Далее, 7 дней, открывается нормал рейд, замок Нафрия и героик замок Нафрия. Также мифик ключи и арена становятся доступны. 9-го числа стартует уже рейд. 16-го числа, 16-го декабря, стартует мифик замок Нафрия, также увеличивается итем-левел лута с мифик ключей и PvP. Суть в том, что там изначально идет ограничение по итем-левелу у мифик ключей и арен, то есть там можно лутать только вроде вещицы с 5-6 ключиков. Касательно PvP не помню. А вот уже при мифик неделе оно открывается все полностью, и можно полностью все лутать. Давайте изначально вообще обсудим, для кого этот документ и кому реально стоит с ним ознакомиться. В данном документе вы найдете различного рода гайды и советы о том, как удобнее и быстрее всего прокачаться и подготовить своих чаров к рейдовому контенту на старте темных земель Shadowlands. Для кого этот гайд? Гайд рассчитан на 7-х редкор гильдии, подразумевается, что вы будете качать трех-четырех персонажей. Цель. Как можно быстрее убить Динатрия в мифике. Это ласт. То есть получить ачив топ-100. Закрыть зал славы в своей гильдии. Подразумевается, что вы играли на бете и понимаете, о чем идет речь. Я играл на альфе, но в целом, ознакомившись с документом, в принципе, не очень-то прямо много каких-то изменений произошло с тех механик, которые были представлены на альфе. Просто добавилось много-много нового всего. Спойлеры. Если не хотите спойлеров, не читайте дальше. Ну там спойлеры только касательно одевания, касательно все-таки сюжета. Там нету никаких спойлеров. Переходим дальше. Подготовка. Пролистывая абсолютно все вкладки этого гайда, вы будете видеть различные цвета. Красный цвет, желтый цвет, зеленый цвет. Зеленый цвет – это, скажем так, меньшая необходимость в каких действиях, которые там расписаны. Желтый – это уже средний приоритет. Красный – это уже повышенный приоритет. И это те действия, которые реально нужно делать. Что подготовить заранее на каждом чаре в порядке уменьшения приоритета? Определиться с количеством чаров, персонажей и стартовыми ковенантами. К старту аддона вам надо уже знать, сколько чаров вы качаете, в каких ковенантах, в какой последовательности. Уточняйте у своего Орела планы по первому рейду. Также пройти стартовые квесты и сценарий. Квесты про нападение нежити можно будет скиднуть на альтах. Первый квест аддона будет в Аргримаре. Паркуем чаров там. Ну или в Штормграде, рядом с крепостью Штормграда. Далее уже идет средний приоритет. Желтый цвет. Нам потребуются облегченные подковы или какой-либо аналог. В темных землях, в Shadowlands, мало воды. Мы выбираем слот на маунта под ваш класс. Плюс 20% бега или анти-дизмаунт. Начиная с определенного обновления в БФА появилось улучшение для всех маунтов. И туда можно засунуть кое-либо предмет. То есть мы туда кидаем либо на 20% бега, либо итем на анти-дизмаунт. То есть когда бьют нас мобы, мы не спешиваемся. Но для танков это не актуально. Танки могут хоть сколько дэмэджа впитывать, сидя на маунте. Также камни на плюс 5% бега и плюс 3% бега. Это два камня из БФА на скорость бега. В сумме будет плюс 8% скорости бега с двух камней. Это полезно. Мы немного потеряем стат, но зато мы будем быстрее бегать. Также нам потребуется 40 фласок, 120 ошенов на ДПС, так как на прокачке и двух первых кд лучше использовать старую химию. Новая химия на старте будет очень дорогая. Все верно, использовать старую химию всегда полезно, потому что смысл использовать, например, новую в мифик нулях, которые и так пройдутся, но использование старой химии просто-напросто ускорит это. Также нам потребуются хилл поушены. Первые два кд вам предстоит делать приличное количество соло контента, например, Таргаст, Башня проклятых, где поты на хп будут незаменимы. Также нам потребуются оружейные сапоги и любые предметы на скорость. Пока что их не понерфили. Лучшие предметы для прокачки и перемещения в утробе смотрите вкладку утроба. Могу от себя добавить, есть предметы такие интересные, как, например, Саргуса, по-моему, какой-то скейт летающий, также Як, который дропается с долины четырех ветров. Вы их юзаете и очень-очень быстро бегаете на 20 секунд, баф дается, и там три заряда. Уверен то, что в скором времени эти ссылочки тут появятся. Далее 80 гоблинских планеров, они пригодятся на прокачке и в утробе. Также не помешают три настоя десяти краев, работают на момент прокачки с 50-51 левел. Это настои, которые очень люди любят пересылать своим твинкам. Эти настои покупаются за военные медальки седьмого легиона или за военные медали армии чести. Они увеличивают опыт и немножечко дают статов. Также не помешает семь зелий легкой поступи. Работают на момент прокачки с 50-го по 51-й левел. Это поощны, которые ускоряют скорость передвижения на 150% на, по-моему, 8 секунд. Любые спринты, они в принципе полезны при условии того, что в утробе маунтов юзать нельзя вообще, кроме одного единственного. Но об этом чуточку позже, во вкладке Таргаст. Там это было точно расписано. Может и в утробе. Посмотрим. 60 еды на ДПС либо 20 медвежьих тартаров. Новая еда на ДПС и бег довольно дешевая, но на первые 2 кд можно использовать старую. Три руны усиления работают на момент прокачки с 50-го по 51-й левел. У кого-то есть бесконечные, можете бесконечную юзать. Барабаны не помешают. Будут работать до 51-го левела. То есть в Шеэле многие расходники переработали. И, например, старые расходники юзать на новом левеле просто нельзя. Поэтому и пишется до 51-го левела. Вот так вот. Также не помешает 15 сильных питомцев 25-го левела. Пета-локалки никуда не делись. Хотя они не так важны в этот раз. Во вкладке репутации это будет подробно еще расписано чуть-чуть. Касательно набора репутации. Хотите быстрее прокачать репутацию? Хотите получать больше наград за локалочки? Делайте питомцев. Не хотите, если питомцы вам не очень нравятся, то не делайте. Для меня же это не трудно, например. То есть у меня много питомцев там 500 или 625-го левела. Также нужно запастись голдой. На старте Шеэла вам потребуется довольно много голды. Примерно 500 тысяч. Да, фармим голд. Пока можно. А чем еще заниматься в припатче? Важно почистить сумки банк, иметь около 60 свободных ячеек в сумках. При продаже азеритовых шмоток, при реализации пыли титанов, я думаю, все и так почистили, так что это не проблема на текущий момент. Также не помешает включить PvP-режим. Мы будем получать плюс экспу и очистить весь квест лок. Нам могут насыпать очень много квестов в какой-то момент. И если вы столкнетесь с проблемой ваш персонаж имеет максимальное количество заданий, это будет замедление в вашей прокачке. Вы этого хотите? Не думаю. Также не помешают предметы с скоростью бега, то есть третичный стат, и не помешает флаг на 30% скорости маунта. Имеется ссылка в виде гайда на этот ачив, но реализовать этот флажок с ярмарки на Волуни не получится, потому что ярмарка на Волуни уже прошла и следующая будет только в начале декабря. Поэтому у кого есть, юзайте. У кого нету, ну как бы печалька чуть-чуть. Да и ладно, в принципе. Все-таки это зеленого цвета важность. Над чем стоит заранее подумать мейну? Выбрать стартовый ковенант, решить на какой ковенант вы будете менять стартовый и когда. Возможно вам придется поменять спек, и то есть нужно подумать насчет ковенантов. Обределитесь с порядком крафта и апгрейта легендарок. Это важно, потому что вы получаете определенное количество валюты, и нужно по-нормальному их апать, а не рандомно. Запланируйте спек на прокачку, найдите группы, подберите шмот и тринкеты. То есть какие-нибудь ауешные тринкеты там с целью большого ауе по мопцам. Группа не помешает, как всегда, на квестах, если люди адекватно могут сдавать, брать квест и все нормально делать, не проводить 80% времени в АФК-режиме. Подготовьте танка и хилоспеки на ваш класс. Вам придется пройти на первых двух кд приличное количество героиков и мифик 0. Танку хилу не надо ждать очереди в рандом гер. Не понимаю чуть-чуть этой мысли, то есть зачем нужны рандом героики, но думаю, в будущем это будет расписано и понятно. Полистаем еще вкладочки, найдем, думаю, эту информацию. То есть, например, в БФА я не помню, чтобы мы бегали рандом героики, бегали нули. В героики вроде не заходили. Ну ладно. По альтам также имеется информация, по сплитрейдам можете с ней ознакомиться. Идем дальше, следующая вкладка прокачка. Во что мы целимся на прокачке мейна? Первый пункт. Смысла быстро прокачаться до 60-го левела никакого нет. Но гейт все равно рассчитан на оптимизацию времени прокачки мейна плюс альтов. Рекомендую послушать сюжет, если не играли на бете. Ну, если вы хотите там понять откуда что произошло, посмотреть мультики, вот это будет наверное эйфово для некоторых. Чтобы выбрать ковенант на мейне, придется сделать все сюжетные квесты. При этом самый последний квест доступен только на 60-м левеле. В виде примера там прилагается скриншот от медива, где он стоит на 59-м левеле и не может взять квест, потому что он просто-напросто серого цвета. Также можно посмотреть какого итем-левела его персонаж и какие вещицы он вообще заменил к 59-му уровню. Некоторые люди говорят, что сейчас одеваться смысла нет, вот этот вот ваш шмот с мификанторуса, он вообще выбросится в первую же минуту. Ошибочка. Поменены ступни и запястья. Все на этом. Введение Амантула. Кстати, хороший тринкет. Один из моих зрителей симил нестабильный чародейский кристалл по отношению к своим тринкетам и ему написало всего лишь минус 100 по ДПСу. Я думаю, введение Амантула даже лучше себя показывает некоторых текущих тринкетов. Но это интересный выбор. Очень даже. Увы, себе такой позволить не могу. У меня нет введения Амантула. А жаль, я бы поигрался с ними. Думаю, это интересно. Полностью сделав весь сюжет, вы получите 9,5 левелов при включенном вармоде. Еще пол левела надо добить на допквистах или в нормал донжах. Делаем либо 15 допквистов, либо проходим 2 нормала. Если вы планируете качаться ночью 24 ноября в 2 часа по Москве, старайтесь по максимуму оторваться на старте от общей толпы. В этом хорошо помогут поты на скорость, которые работают до 51 левела. И сапоги, оружейные сапоги, которые крафтятся инженерами. Да, то есть если мы отрываемся от толпы, нам уже никто не мешает, мы ощущаем меньше лагов, хотя надеюсь их не будет и в принципе качаться приятнее. Прокачка в темных землях в целом сильно проще, чем в легионе и БФА. Занимает 5-6 часов на одного чара. 4 часа при условии спидрана. Этапы абсолютно все расписаны. Первый этап, что мы делаем, что нам потребуется, иконочками все расписано. Второй шаг важно обновить настойный опыт перед получением 51 левела. Мы можем юзнуть его на 50, но на 51 мы уже юзнуть не можем, хотя бонус на нас останется. Это важно действительно. Далее колокольчик какой-то. Важно в вершине чистоты надо подобрать сокровище кирийский колокол. Далее использовать его по кд до 60 левела или пока бежите между квестами. Ну-ка давайте глянем, что это за интересный итем. Нас перекидывает на вовхед. Кд 15 минут. Хороший итем, хороший, полезный действительно. То есть не забудьте о нем. Ну и все-все-все этапы абсолютно расписаны. То есть какая локация следующая, что нам нужно сделать, какая локация следующая, что нам нужно сделать, следующая, следующая, следующее, что мы делаем при достижении 60 левела. Ну и последний шаг, можно переходить к прокачке альтов. Вот, то есть если вы, конечно, в этом заинтересованы. Если нет, то фармите маунтов, фармите питомцев и вообще все у вас будет хорошо. Мультики смотрите, стримы смотрите. Короткий гайдик по прокачке до 60-го также имеется. Аддон требуется, автотернин. Это замечательный аддон, который просто-напросто позволяет автоматически брать квесты, расшаривать их по группе, сдавать квесты он позволяет автоматически. В общем, хороший аддон на квестике. Само собой, скачиваем его и не забываем о нем. Расходники все прописаны, иконочки все прописаны. Вот, касательно шмота. Если у вас на мейне примерно 135-го этом левела шмот, то вы не будете менять его вплоть до 60-го левела. Азеритки, шея, плащ гораздо сильнее аналогов в шееле и будут лучше вплоть до мифик нулей. Там будет дроп со 183-й этом левел. Если общий левел ниже 135-го, то вы начнете менять гир около 58-го левела. Окей, хорошо. Порядок прокачки на карте нам расписан, и написано, что мы делаем на альте. У нас будет выбор, то есть, либо мы идем по обычному вислайну, по повторению нашей истории Replay Storyline, либо мы качаемся вольно, как хотим абсолютно. Мы выбираем вольный режим и прокачиваемся в Normal донжах. То есть, можно все ознакомиться, все прочитать. Тут уже, знаете, каждый человек будет сам для себя адаптировать, и даже те советы, которые написаны, некоторые люди их будут игнорить, а потом будут думать, а где же мы потеряли экспу. Внимательно все этапы нужно прочитать и с ними ознакомиться. Думаю, с этим вы справитесь сами. Переходим к следующей вкладке Ковенант. На вкладке Ковенант расписано абсолютно все о том, когда мы берем Ковенант, что мы получаем от Ковенанта, на что у нас не влияет выбор Ковенанта, как мы можем поменять его и какие бонусы мы вообще в принципе получаем. Ковенант является ключевой особенностью темных земель. Игра заставит вас выбрать один из четырех вариантов практически сразу по достижению 60 уровня на мейне. На альтах Ковенант можно выбрать сразу после прохождения стартовой цепочки в утробе, то есть на 50 первом уровне, но развитие сюжета и обители Ковенанта на мифик прогресс с очень большей вероятностью вам придется поменять Ковенант под другой аспект или под босса. Например, если придете к ласту к мифику, будете его долго осваивать, то лучше какой-то сменить Ковенант с целью большего демеджа от хила и с целью большего уменьшения по себе демеджа. Это для танков актуально, конечно же. Имеется у нас калькулятор способностей Ковенантов и медиумов для мага. Возможно, там и для другого класса можно прокликать, но что-то как-то сложно. Красный и зеленый цвет. На что влияет выбор Ковенанта, на что не влияет выбор Ковенанта? Ознакомимся только с красным цветом. Мы получаем две уникальных способности в каждом Ковенанте, одна общая, одна классовая, также три уникальных медиума, в каждом Ковенанте свои три медиума с уникальными пассивками, один уникальный проводник, проводник силы на улучшение основной классов способности Ковенанта, особенность обители Ковенанта, в каждом Ковенанте, например, свой недельный ивент или особенность, пепельный двор или сад зимы, мы посмотрим это все еще, сюжетная кампания, в каждом Ковенанте своя уникальная сюжетная кампания из девяти глав, дополнительные бонусы в подземельях, уникальные скиллы и бафы, мне кажется это опечатка, может я не прав, набор фолловеров, фолловеры для миссий отличаются между Ковенантами, есть только пара общих, трансмог, маунты, петы, игрушки, стилистический ковенант сет и трансмоги, маунты и питомцы, есть у меня отдельный цикл видосиков, я осматривал абсолютно все награды всех Ковенантов, можете глянуть в плейлисте по Shadowlands, думаю найдете эти видосики, дополнительные ивенты в родной зоне, доплокалки, рарники, сокровища в родной для Ковенанта зоне, далее смена Ковенанта варианты, то есть если вам все-таки нужно сменить Ковенант, то мы ориентируемся на эту табличку и извлекаем из нее полезную информацию, переходим если мы например в Ковенант, где не были раньше этим чаром, у нас нет никакого квеста, нам нужно сделать только пару кликов, чтобы Ковенант сменился, касательно сюжета, мы начинаем с самого первого квеста, прогресс не переносится, касательно уровня известности, уровень известности и медиумы обнуляются, и вы стартуете с первого уровня, далее касательно ресурсов Ковенанта, аниме и очищенных душ, аниме и очищенные души обнуляются, вы стартуете с нуля того и другого. Аниме не будет. Строение в обители ковенанта. Все строения и прогресс в них обнуляются. Все нужно строить заново. Прогресс в уникальном событии ковенанта. Весь прогресс пропадает. Надо начинать с нуля. Фолловеры. Все фолловеры пропадают. Проводник ковенанта. Проводник старого ковенанта пропадает. Новый надо заново получать по квесту. В целом, ну что-то как-то печально все. Окей. Если мы переходим в тот ковенант, в котором ранее состояли и покинули его. То есть, например, решили вернуться после трудного, сложного, мифического освоения. При смене ковенанта квест нам дается. Нам нужно сделать эти условия. Ну то есть, все прописано. Гляньте. Что никогда не изменяется при смене ковенанта? Легендарки, пепел, душ остаются навсегда с вами. Прогресс торгаста утробы не меняется. Проводники и их этом левел, кроме проводника, на способность ковенанта также не меняется. Весь одетый шмот и тот шмот, что у вас в сумках, остается, включая сет ковенанта. Репутация со всеми фракциями никогда не сбрасывается. Любые другие ресурсы, кроме аниме и очищенных душ, остаются без изменений. Примеры смены ковенанта имеются, то есть на личном опыте, как я правильно понимаю. Ну вот второй пункт, например. А мы переходим к следующей вкладке. Известность. Уровень известности это основная механика прогресса в темных земель. Известность привязана к уровному ковенанту и от нее зависит развитие ваших медиумов, бонусы на стамину, прогресс сюжета и так далее. Смотрите табличку ниже. Недельный кап уровня известности работает точно так же, как и кап на уровень плаща в 8-3 Battle for Azeroth. Вы можете повысить уровень известности на неделю только до глобального капа, но при этом альты могут фармить известность тоже до глобального капа. Известность на майне и альтах фармить не очень сложно, но процесс все равно не быстрый, так как основная фарм идет на дейликах и не спаливаться по одному в день. Если вы сменили ковенант, ваша известность ресетнулась до единицы, вы не сможете за день бить известность до глобального капа, но рано или поздно вы догоните глобальный кап примерно за неделю. Какими будут недельные глобальные капы на каждом кд на релизе с уверенностью искать тяжело. На бете этот момент постоянно модифицировался, лучший прогноз представлен ниже таблицы. Стоит ожидать большой буст на первом кд и далее плюс 3 уровня известности в неделю, аналогично тому, как было в 8-3 бфа с плащом. Собственно, расписаны далее абсолютно все бонусы, на какой неделе мы получаем. В видосике по наградам, который есть в моем плейлисте по Shadowlands, тоже все это рассматривал, там было на английском все представлено, тут на русском все замечательно, можно более легко ознакомиться с информацией. На 14 уровне у каждого ковенанта будет этот рецепт, то есть выбирать какой-то определенный ковенант ради получения именно этого рецепта не стоит. У всех, в принципе, награды одинаковые. Мы везде получаем там по 2% стамины, мы везде там получаем фолловера питомца, только они будут отличаться, и трансмок будет отличаться. А так, в целом, то, что грейд и шмота, то есть повышение, это все одинаково у всех-всех-всех. Также справа написано о том, где ее фармить. Если вы каждую неделю отбивали кап уровня известности, но у недели вам нужно сделать только два недельных квеста и главу сюжета. Каждый дает плюс одну известность в сумме, плюс три в неделю. На фарме тысячу аниме, это довольно много, и нельзя зацелить аниму с прошлой недели. Спасение души из утробы. Простой квест делается 10 минут, но он повышает уровень внимания тюремщика. Смотрите во вкладке утроба. Глава сюжетной кампании. Серия сюжетных квестов. Одна глава делается 15-25 минут, в зависимости от главы. Если вы меняли ковенант, или отстали на мейне альте, то существуют доп. источники известности. Рассмотрены ниже. Эти источники работают только, если вам не хватает до глобал капа. Верхние недельные квесты уже сделаны. Дейли ковенанта и различные другие источники. Но их нужно добавить, потому что еще инфы мало, как я правильно понимаю. Неважно, в какой последовательности вы выполняете квесты на известность, так как нафармить выше глобального капа игра все равно не позволит. Даже если на наградах за квест стоит плюс одна известность, и у вас уже кап. Уровень известности не повысится. Окей, то есть фармим до определенного капа, получаем интересные грейды, интересные улучшения, и все на этом. Например, на второй неделе мы можем повышать свой пвп-шмод до 184-го итем-левела. Хотя на первой неделе мы уже пробегаем мифик нули, и таким образом дропаем 183-е вещицы. Не все, конечно, но нужно ли нам это будет? Вопрос хороший. Рассмотрим во вкладке пвп. Переходим далее. Вкладка оплот ковенанта. Картиночки, иконочки, постройки. Сейчас постараемся разобраться. Обитель ковенанта очень сильно напоминает классовый оплот из легиона. В обители вы можете получать все дейлики и сюжетные квесты. Там же находится стол с миссиями и так далее. Лучше привязать камень возвращения именно в обитель, так как лететь туда из-за ривуса довольно далеко. Портал появится только на поздних стадиях апгрейда обители. Апгрейды обители ковенанта состоят из четырех построек. Три одинаковые для всех ковенантов, одна уникальная, специфическая под каждый ковенант. Уникальная постройка и апгрейды дают доступ к особому событию ковенанта, такому как, например, пепельный двор для винтиров, зимний сад для ночного народца и так далее. В обители ковенанта находятся также все важные вендоры. Обмен токенов на оружие с рейда, вендор товаров за известность, вендор ковенант сета из девяти предметов. При этом вендор предметов за репутацию обычно находится вне ковенанта, чтобы доступ к нему был у всех персонажей. Практически любое действие в обители, например, строительство или апгрейд постройки, запуск миссии фолловеров или покупка предмета из ковенанта, это требует ресурса анима. Новый ресурс темных земель, аналогичный ресурсам гарнизона из аддонов ранее. Другой специфический для обителей ресурс это очищенные души, необходим только для построек и их апгрейдов. Ресурс имеет недельный кап и добывается в утробе. Оба этих ресурса залочены за выбранным ковенантом и при смене ковенанта обнуляются. Это мы уже рассмотрели во вкладке ковенант. Доступ в обители ковенанта есть только у членов этого ковенанта. Постройки в обители мало на что влияют. Ниже привожу рекомендуемый порядок, как бы я строил, при учете, что угадали с ростом уровня известности. Но строить можно в любом порядке, ничего не потеряв. Это замечательно. То есть если мы валюту как-то потратим неправильно, мы можем где-то что-то потерять. Тут, если мы ничего не теряем при этом, замечательно. Справа скриншотик, на нем написано, сколько нам нужно ресурсов на что-либо. То есть 10 тысяч аниме потребуется и 22 души. Души мы в малом количестве фармим. То есть 5 в неделю, 10 в неделю, 15, 20. Это мало? Реально мало. Аниму можно побольше фармить, конечно. Все расписано абсолютно, что, как, откуда. Касательно построек, также все расписано. То есть что, как лутаем, на какой неделе строим. Касательно уровней все прописано. Сколько аниме лутаем, откуда-либо. Опять же, сколько тратим, да. То есть очищенных душ, 70 нужно. Вау. То есть постройки такие, серьезные души. Очень-очень много потребуется. Далее представлен шмот, который продается в обители у вендора. Цены. Анимы вообще немножко требуется. Этим левел небольшой. 171. То есть это между мифик, по-моему, донжом и героиком. Или это как раз-таки с героика лут. Надо уточнить. Сет ковенанта из 9 предметов. У каждого ковенанта есть тематический сет из 9 предметов с 3-мя сет-бонусами. Вот они все абсолютно прописаны. Бонусы у каждого ковенанта разные, но общая идея одна и та же. Давайте посмотрим бонусы. Первый комплект ускоряет восполнение здоровья вне боя, вне помещений, в темных землях. В мире, принадлежащем вашему ковенанту, скорость регенерации повышается. Я думаю, это одинаковый бонус у всех будет. Далее. Заклинания способностей могут отметить цель клеймом искупления, наносящим 660 урона от темной магии за 6 секунд. Восполняющим вам здоровье в том же объеме. Скорее всего, это уже от ковенанта зависит бонус. Далее. Это уже точно от ковенанта врата теней. Пока врата теней не требуют восстановления, основная характеристика, в данном случае интеллект, повышается на 80. То есть, дальность действия врат теней увеличивается на 5 метров. Действует вне помещений, в темных землях. То есть, в открытом мире. Слабенький, по-моему, бонус. Хочется как-то побольше видеть мейн стата за фулл сет. Ну ладно. Может, я просто зажрался чуть-чуть в плане стат. Не могу еще перейти на такие маленькие цифры. Также, рядом с вендором есть возможность проапгрейдить куски сета до максимального текущего левела для вашей главы сюжета. Максимум до 197-го этом левела. Вопрос, когда мы этот максимум получим? То есть, 9 глав, это 9 недель получается, как я правильно понимаю. Или меньше. Это долго. Это очень долго. Для мейн рейдера этот сет бесполезен, так как главы сюжета разблокируются медленно по неделям. И уже на третьем кд с нормал рейда будет 200 и левел. На мейне точно нет смысла тратить аниму на апгрейд сета. Но, тем не менее, этот сет может быть полезен на совсем голом альте. А, ну, собственно, нужно было просто этот пункт прочитать, а не сидеть и думать. Переходим, думаю, к следующей вкладке. Медиумы. Краткие пункты по медиумам. Каждый из кавинантов содержит по 3 уникальных медиума с своими уникальными пассивными талантами. По сути, это 3 ветки пассивок. Наконец-то. Прошло 10 лет с момента того, как вообще хотели ввести путь титанов. Его хотели сделать еще в катаклизме. Тот, кто смотрел видосик по анонсу катаклизма, прекрасно помнит этот момент. Хотели сделать путь титанов в катаклизме. Сделали спустя 10 лет. Пожалуйста. Вот они пассивки. Выбирай, что хочешь. Ну, почти. Использовать в один момент времени можно только одного медиума, то есть только одну ветку пассивок. Переключаться между доступными медиумами можно в любой зоне отдыха или при использовании фолианта. Удобно. Чтобы открыть доступ к медиумам, необходим прогресс по уровню известности в кавинанте. Одному медиуму дают сразу по вступлению в кавинант. Второго после выполнения третьей главы сюжетной кампании. Можно получить на первой неделе. Последнего третьего дают на 22 уровне известности. То есть седьмая неделя темных земель. Ну, примерно. С ростом уровня известности количество доступных пассивных талантов у каждого медиума также будет увеличиваться. Посмотреть, какие таланты становятся доступны на ком из уровней известности, можно в калькуляторе WoW Head. Ссылка справа. Вот он. Калькулятор медиумов на WoW Head. Выбираем свой класс и юзаем. Пассивные таланты бывают нескольких типов. Просто пассивки делают то, что у них написано, начиная до пруды и травы с мобов, заканчивая прудами на статы. До пруда это полезно. Ну, кто голд фармит, тому, наверное, да. Окей. Проводники, сокеты, пустой пассивный талант, который вы вставляете нужный вам проводник из коллекции. По типу эссенций из 8.2 БФА. Смотрите, ниже про проводники. Опечатка, мне кажется. Не буду спорить, не хочу придираться. Переключаться между пассивками внутри одного медиума можно без ограничений в зоне отдыха или при использовании фолианта. Примерно картинки справа. Переключаться между единичкой и двоечкой можно без ограничений. Это хорошо. Медиумы и пассивки никак не сбалансированы между друг другом. У некоторых медиумов больше ДПС пассивок. У некоторых больше защитных проводников. Кому-то достались проки травы и руды с трэша. Медиумы и пассивные таланты дополняют одновременно и осложняют выбор ковенанта. Уточняйте симкрафты в классовых дискордах. Уверен, в ДК-дискорде в скором времени все это появится. Обработаем информацию, качественно все реализуем. Ссылочки на дискорд, кстати, были, по-моему, во вкладке подготовка. Да, все верно. Правильно ли там ссылочка указана? Давайте проверим. Я надеюсь, что да. Все верно, конечно. Далее продолжаем рассматривать вкладку медиумы. Где фармить энергию проводников? Для мификрейдера необходимость менять проводники под разных боссов на освоении может вылиться в проблему нехватки энергии проводников на освоении. Добавление проводника в библиотеку всегда дает вам одну энергию проводников. Значит, вы можете заселить плохие проводники в сумке или банке и не добавлять их в библиотеку. Таким образом, сформировав запас энергии поверх капа. Полезная мысль. Это, кстати, реально может спасти некоторых людей. На освоение вы можете добавить плохой проводник в библиотеку, высвободив одну доп.энергию, и за эту энергию поменять нужный вам хороший проводник. Итом у винари. Позволяет добавить один ранг, то есть плюс 13 левелов, на случайный проводник самого низкого и левела в вашей библиотеке. Это действие добавляет одну энергию проводника. Покупка требует репутацию сердечность. То есть это уже, когда вы докачиваете последние 21 тысяч репутации. Также требуется 1900 стиги. Мы рассмотрим во вкладке утроба. Расписано по каким неделям, что мы получаем. Но опять же, все еще может поменяться. Увы. И получается по проводникам все расписано. Три типа проводников. Силы, выносливость и точности. У каждого медиума два слота под проводники силы. Так это самый ценный проводник. Он дает 2-4% ДПСа в зависимости от проводника и его левела. Вы скажете 2-4% это мало. Я скажу, что это нормально. Все пункты расписаны. Смотрим, изучаем. Утроба. Утроба это локация, в которую мы попадаем вообще изначально. Мы делаем там стартовую цепочку. Потом мы будем там тоже тусить. Будем заниматься всякой активностью. Утроба на данный момент довольно большое количество багов, эксплойтов и некорректно работающих механик. Все они были зарепорчены разработчикам. Я надеюсь, их вовремя исправят. Писать эксплойты в гайде я не буду. Пожалуйста, не присылайте такую информацию для размещения в гайде. Правильно, потому что за эксплойты можно получить бан. И я не удивлюсь, если, например, будут какие-то баны по завершении первой недели Shadowlands. Это будет нормально, это будет правильно, в принципе. Давайте играть в честную игру. Когда мы находимся в утробе, у нас будет особый интерфейс. А именно эффекты Ока Тюремщика. 5 этапов. Каждый этап напрягает нас по-своему. Все расписано абсолютно. Уровень 1, уровень 2, уровень 3, уровень 4, уровень 5. Также расписано, зачем вообще фармить эту утробу рейдовому чару. На мейне вам придется делать кап стиги и репутации с винари каждый день ради следующих предметов, которые она продает. А именно, апгрейды Торгаста. Смотрим во вкладке Торгаст. Апгрейды утробы. Смотрим ниже, в табличке. И рецепт легендарки. Предмет на добавление сокета, а также предмет на случайный проводник. Добавление сокета, 7200, максимальная репутация. Добавляет сокет, если его еще нет, в шлем, пояс, наручи, амулет или кольцо. То есть мы можем добавить себе 5 сокетов. Неплохо. Случайный проводник. 145 левла или просто плюс 1 ранг. Но самый слабый случайный проводник в вашей библиотеке. И рецепт легендарки. А именно, третье око тюремщика. Ознакомьтесь, полезно это для вас или нет. Полезно? Покупаем. Неполезно? Нет. Стоимость 4986. Кто играл в Дренор, делал кольцо. Самый первый квест, по-моему, нужно было принести аналогичное количество апекситов. Кто вспомнил, напишите коммент. Я думаю, такие люди найдутся. Важная мысль интересная есть. Если вы умерли в утробе, то 20% всей вашей стигии остается в вашем трупе. Вы воскрешаетесь полностью, а не духом у ближайшего камня душ. И надо пешком до трупа поднимать стигию обратно. Повторная смерть до поднятия стигии означает окончательную потерю первоначальных 20% стигии. Первый труп пропадает. И затем потерю еще 20% стигии в новом трупе. В утробе лучше в ней умирать. Вообще никогда не умирать. Идея включить вармод для контента у тробы на данный момент выглядит очень плохо. Так как никаких бонусов за вармод не предусмотрено. Выключайте вармод. Пвп гангов не будет. Хорошо, замечательно. Можно будет спокойно на стриме бегать в тробе. Чудненько. Думаю, можно перейти к следующей вкладке. Таргаст. Что такое Таргаст? Таргаст Башня Проклядых одна из ключевых механик темных земель. Вид контента очень похож на большие вижены из 8.3 БФА. Обновление, ведение анзота. Доступ в Таргаст не ограничен, как это было с виженами. Вы можете ходить туда сколько угодно раз. Без штрафа. Ограничений по времени внутри или похожих механик тоже нет. Можно сидеть хоть час и ждать Белл на каждый пул. А по-моему там вводили какие-то аффиксы. И вроде если долго сидишь, там что-то происходило печальное. Похоже это отменили уже. Окей. Ходить можно как в вижене либо соло, так и в группе от 2 до 5 человек. Таргаст единственный источник пепла душ. Реагент необходимого для крафта легендарных предметов. Поэтому для рейдера посещения Таргаста ради недельного капа пепла душ обязательное занятие. Задимает около часа времени в неделю. Два рана по 30 минут. Восьмой уровень сложности. Пролистав ниже мы видим табличку уровень сложности и количество пепла душ. Также прирост с каждым этажом. То есть что у нас получается? Мы проходим основной режим. Это локации с первой по шестую. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Доступно только 2 локации в неделю. Рандомно. Как мы видим на скриншоте, это 1 и 4. Если я правильно понимаю. 6 этажей. На третьем находится вендор и бонус души. На шестом находится вендор и босс. Для получения капа пепла нужно сделать обе локации на восьмом уровне сложности. То есть заходим в первый данж, делаем 8 этажей, тратим на это 30 минут и получаем 570 пепла душ. Заходим в четверочку, получаем еще 570, еще за 30 минут. Но это если вы не сидите, не ждете БЛ перед каждым паком. Бонус режим имеется под локацией номер 7. Мы получаем маунта, мы получаем всякие интересные награды, звания, игрушечка, питомец. Что, наверное, действительно круто, это маунт для утробы. То есть, как я говорил ранее, в утробе маунтов юзать нельзя. И именно пройдя извилистые коридоры на фул, мы получаем маунта. Это круто. Вот. Также все расписано касательно коридоров. Гайдик для мифик, рейдовых чаров. То есть, что нам нужно делать. Восьмой уровень сложности на первом кд может потребовать много времени на прохождение из-за низкого стартового итем левела. Отсутствие легендарки, слабых проводников. Запороть торгаст как вижены в 8.3 нельзя, так как многие запороли в 8.3 на первом кд один вижен, а то и пять. Но, чтобы не тратить несколько часов на этот контент, настоятельно рекомендую сделать пару ранов восьмого уровня сложности на бете. Посмотреть на усиление, какие комбо из них можно собрать. Какие косты важно сбивать. На ютубчике моем, в плейлисте по шадоу лэнсу, есть прохождение на дк, на варе, на мишке, на дх. Но это было на альфе, я думаю многое уже поменялось. Количество этажей тоже поменялось, потому что раньше нужно было вообще там проходить 72 этажанскую, я правильно помню. А теперь всего лишь 8. Мы получаем максимальное количество пепла-душ, еще 140, и кайфуем. Это меньше затрат времени, в принципе все замечательно. Также расписаны все улучшения в торгасте за стигию от винари. Угу, угу, смотрим, думаем, что нам нужно, что мы хотим купить, и нужно ли нам это вообще покупать. Думаю, тут больше смотреть нечего. Приходим дальше. Главная мысль, думаю, поняли. Главная мысль рассказана. Вкладка легендарки, самая, наверное, любимая для всех. Легендарки любят лутать многие. В легионе сложилось так, что легендарки дропались рандомно. Тут же мы будем крафтить их сами, и это замечательно. Ну, в принципе, я мысль эту уже рассказал, да, получается. Скрафтив легендарку, вы никак не сможете вернуть за нее пепел-душ. Нет никакого механизма распыления или возврата. Если вы ошиблись, или сделали не то, или не на тот спек, то придется фармить с нуля, минимум неделю. Чтобы сделать легендарку, тир 1, 190-го витм-левела, мы тратим 1250 пепла-душ. Чтобы сделать тир 2 легендарочку, нам нужно что сделать? Так, так, так. Вот, как апгрейдить легендарку. Для апгрейда легендарки вам потребуется текущая легендарка, которую вы хотите апгрейдить. Одна заготовка более высокого и левела, 750 пепла-душ, и депеши для апгрейда уже не потребуются, так как поменять вторичные статы при апгрейде нельзя. Поменять слот легендарки в процессе апгрейда тоже нельзя, если были наручи, то апгрейд можно сделать только в наручи. Собственно, из чего у нас делается легендарка? Мы берем заготовку от какого-либо человека, от какой-либо профессии, либо сами ее крафтим, да, получается. Мы берем 2 депеши, это свитки такие от начертателей, они дадут нам определенные вторичные статы, которые нам нужны. И мы берем пепел-душ. Все, мы крафтим легендарку. В эту легендарку мы вставляем рецепты, воспоминания, легендарные способности, легендарную мощь вставляем, и их можно вставить только в определенные вещицы. Например, скользкий лед только в пояс или ножки. Вот так вот. И это только для специализации лед будет работать. То есть определенный бонус. Также написано, откуда добывается. Тут также имеется все это. То есть с замка Нафрия 4, например, легендарные мощи, с репутацией 4, с торгаста 6, с анстоп 4, с пвп 2, сефус вернется в игру, ага, полезный. Наверное, кстати, где-нибудь будет полезен. С ворлбосса падает одна, свинари с уровня известности за 14 левел, и недельный сундук. Дается за открытие недельного сундука на 4-м кд. Старт, мифик, рейда. Еще было что-то интересное написано, я хотел это показать вам. Ну, собственно, таблица пепла по неделям. Сколько мы лутаем пепла за неделю? Первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Что мы крафтим? Собственно, изучите эту вкладку, и я думаю, вы найдете еще много интересного. Основную мысль я рассказал. Вкладка репутация. Фарм репутации в темных землях играет сильно меньшую роль для мификрейдера по сравнению с другими аддонами. Стоит обратить внимание только на репутацию свинари и рецепты на легендарке у четырех основных фракций започтения. В остальном, уделять много внимания этому аспекту не стоит. За произнесение с фракциями дают неплохой шмот 200-го илевела, но это равносильно илевелу из нормал рейда замка на Африя и низким ключам, примерно седьмым. Смыслу фармить этот шмот никакого нет, нет ничего уникального. Но если, например, вы какой-то не можете слот дропнуть определенный, то, в принципе, 200-е левел это будет неплохо. Тут все персонально, но в целом фармить смысла нет. Репутация, связанная с выбранным вами квинантом, будет естественным образом подкачиваться быстрее за счет повышенного количества дейликов и квестов, где-то примерно в полтора-два раза быстрее. Не забывайте использовать контракт, ярмарку, баф за годовщину истечет до релиза темных земель. 22-го числа этого бафа уже не будет. Ниже расписано, где фармится эта репутация. Полторашечка репы дается за дневное крест в обители Ковенанта. Это, кстати, много. И награды расписаны. Так что как-то так. Написано, у каких фракций есть контракты, где они находятся и, собственно, что за фракции. Можно кликнуть, посмотреть, что у них продается как вариант. Вкладка PvP. Что полезного в PvP для рейдовых чаров? Весь PvP-контент на старте можно пропустить. Но там достаточно много полезных вещей для вашего мейна. Кратко говоря, мы покупаем шмоточки, апгрейдим их. Но апгрейды маленькие, нам нужно фармить много чести. И с мифик нулей, наверное, будет даже профитнее шмот дропнуть. Но с целью того, чтобы заполнить какой-то слот вещей именно PvP-вещами, можно и в БГ побегать, в принципе. Почему бы и нет? Также и за очки завоевания вещицы есть. Но, опять же, будете ли вы аренить, вопрос тоже хороший. Стартовый левел шмота за очки и завоевания за 190. Шмот точно так же можно апгрейдить. Но проверить не получилось. Ну так, как там PvP-сезон отключен. То есть непонятно, да, еще насчет очков завоевания. Насчет чести, да, все понятно. Покупаем, например, вещицы в те слоты, в которых у нас пробелы. Те слоты, которые мы не заменили. И все. Радуемся полученной вещицы. Переходим к следующей вкладке. Профессии. Что полезного для мификрейдеров в профессиях темных земель? Инженерка. Чант абсорба на щиточек из БФА до сих пор работает. Абсорб на 5000 КП. В целом, ничего такого прям полезного в профессиях нет. Каких-то уникальных бонусов. Чего-либо прочего. Мы просто можем крафтить заготовку для себя, для других людей. И все на этом. Могут крафтить партняжники, кузнецы, кожевники, ювелиры. Вот. То есть те профессии, которые у нас крафтят вещицы. Это экономия голды. Но в целом, да, ничего полезного. Ежедневный Тодда в процессе разработки. Гир до рейда в процессе разработки. Мифик плюс замок Нафрия в процессе разработки. Я думаю, тут будет табличка по луту. У меня табличка есть. Это уже давно-давно сделанная. Ежедневный Тодда тут будет прописано все, что вам нужно делать ежедневно. То есть там первый пункт. Зашли в игру. Не моя рук, не моя ног. Быстро сделали там квесты в утробе с Ковенантом там. Сходили еженедельно в Таргаст и все такое прочее. То есть это всегда было, есть и будет. Медив хорошо это расписывает. И в принципе, смотрев только ежедневное Тодда, можно все прекрасно извлечь. Всю информацию. Остальные же вкладки просто служат для того, чтобы более подробно изучить информацию касательно какого-либо таргетного действия. Гир до рейдов. Тут будут боешки различные. Есть боешка одна интересная. Тринкет. Этот тринкет сокращает время восстановления Ковенантовой обилочки на 20%. Это прикольно. Далее, что тут будет еще? То, что какие там левелы нам, например, нужны для покорения рейдов. Но опять же, медив знает, как это расписывать. Это будет расписано в высочайшем качестве. Да и все, в целом. Хороший видосик получился. На целый час без обработки. Прикольно. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Ссылочку, само собой, я оставлю в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok